Доброе утро, дорогие друзья! Итак, воскресенье, новая недельная глава Китиса. Глава эпохальная, глава о золотом тельце. Казалось бы, народ сделал такую страшную ошибку. И вот, тем не менее, дальше все идет потихоньку к лучшему. Вот о этих неприятностях два слова мы и поговорим. Даже во времена всяких кризисов, бедств и в личной общественной темноте нужно размышлять о том, что Бог всегда со мной. Сердце, которое разбито трудностями, проблемами, не противоречит ощущению тому, что Бог с тобой. Даже в сокрытии всегда он поддерживает человека. К сожалению, путь к идеальному результату включает в себя падение. Путь к идеальному результату включает в себя тяжелые и даже неприятные ситуации. Так устроен мир. Такое случается с каждым. Падение, грусть, тяжесть на сердце. И нужно понять, как это использовать, любое падение, чтобы с новыми силами справиться с ситуацией и двигаться дальше. Это путь мира. Считается общепринято мнение, что падение – это что-то отрицательное. Нечто, что-то случилось, вот оно случилось. Но если уж случилось, надо попробовать использовать это для чего-то. Но лучше бы этого не произошло. Мудрецы пишут совсем другое. Они пишут, что все было запланировано заранее, не надо себя казнить. Всевышний определил, что порядок будет таким. Сначала падение, тяжелые ситуации, чтобы иметь именно с их помощью развитие качества, для которых мы пришли в мир, чтобы достичь радости и большего света. Не существует плохих ситуаций, говорит Кабыла. Есть четкое направление к ясной цели. Мы, может быть, не видим этого, как нас подталкивает этому посох Всевышнего. Но это так и есть. Не существует неудач написано. Только основной определяющий такой процесс. У нас написано, в словах Давида написано, что твой посох и твой, как это сказать, что бьет человека, подталкивают меня к истине. Но это и есть. Нас подправляют. Нас подправляют, когда мы куда-то уходим от жизненной какой-то предписанной нам позиции. И вот об этом рассказывается в этой недельной главе. Всевышний дал нам совершенную Тору, великую, совершенную. Скрижали были сделаны Богом, священные, безупречные. А мы взяли вот так, все испортили. И что? Теперь все кончено, бы надежды нет. Нет искупления. Ведь в конечном счете, что может быть хуже того, что произошло? Разбитые скрижали, золотой телец, идолопоклонство. Мы нарушили первые две заповеди, скрижали были разбиты на мелкие кусочки. И что? И Тора учит нас, что не все потеряно. Как бы ни было плохо, как бы ни было ужасно, человек может исправить ситуацию. Маше делает новые скрижали. Не такие, как первые. Но это скрижали завета. А мы можем собирать осколки. Вы знаете, вот один потрясающий, один раввин рассказывал о значении стакана, который разбивают под хупой, под свадебным балдахином. Все знают, что когда идет свадьба, жених разбивает стакан. И это напоминает нам о разрушенном храме. Но, рассказывал раввин, что этот обряд также дает важнейший жизненный урок жениху и невесте. Они ведь вступают в совместный путь в жизни. Что происходит сразу после того, как жених разбивает стакан? Все кричат, мазалтов. Что-то сломалось. Но это не конец света еще. Мы можем даже посмеяться над этим и дальше быть счастливыми. Ничего страшного, это тоже пройдет. Это очень практический, главный, важный совет. В одной из малых трактатов Талмуда, с Махойс, рассказывается история о Рабе Акиве, который в начале своего пути, он только получил первые сведения о Торе, вот только начал, увидел мертвого человека, думает, надо сделать митцу, похоронить его, взял, положил на плечи, отнес его на кладбище. Пришел к раввину, ну, сказать, что вот так и так, так все хорошо. Равин объяснил, что это незаконно. Каждый шаг, который ты сделал, ты проливал как будто кровь. Лучше всего похоронить человека там, где он умер, а не осквернять его тело, уносить далеко. Прошли годы, и Рабе Акива стал величайшим мудрецом своего поколения. И вот именно вот к этому вопросу, к той ошибке, которая была вначале, он всегда возвращался. Он сказал, что именно тот день сделал меня таким, как я есть. Если бы не та ошибка, сомневаюсь, что я бы сегодня был таким, как я есть. Это самая правильная точка зрения на неудачу. Больше, чем успех, создает успех, может способствовать успеху неудачи. Поскольку она создает огромную жажду к исправлению, заставляет нас прикладывать больше усилий, быть более бдительными, расторопными. Обычно люди предпочитают рассказывать об успехах, забывают о неудачах. Так как считают, что неудачи и удача лежат в разных плоскостях. Но Рабе Акива считал обратное. Он говорил, что любой провал является краегольным камнем успеха. И без него реальный рост произойти бы просто не мог. Скажем так, успех создает даже больше того самого, чем может вызвать удача. Это другой прорыв. Ну и главное, что нам надо помнить в этой жизни. То, что сказал Менахим Мендл Шнейрсон. Сейчас я вам процитирую. В реальной жизни почти никогда прямая, соединяющая две точки, не самый легкий и не самый правильный путь к тому месту, куда мы стремимся. Прямой подход почти всегда заводит нас в тупик. Нечего бояться. Правда. Брахава и Ацлаха. Хорошей недели. Мирного нам неба. Прекращение всех этих ужасов, болезней, войн. Всего самого лучшего. А ключ к этому в наших с вами уроках, в нашей с вами молитве Всевышнему и в нашей вере. Брахава и Ацлаха. Субтитры сделал DimaTorzok.